Пакетики с наркотиками Жители, которые сразу сообщили о подозрительных пакетах, а таковых было немало, или даже перенесли их куда-то, но потом все-таки сообщили нам, мы рассматриваем их в качестве свидетелей. И если вдруг у кого-то еще остались такие пакеты, мы призываем немедленно связаться с полицией. Потому что если мы сами их найдем, то это уже другая статья и может рассматриваться как правонарушение. Сейчас идет следствие, и многие детали полиция оглашать не хочет. Полицейским пришлось прочесать береговую линию длиной в 20 километров. Затем к поискам были привлечены вертолеты и лодки, а район поисков расширен. Очень важно найти место, где и каким образом были сброшены пакеты. Как выяснилось, это продукт очень высокой чистоты, и, как правило, для местного использования его чем-то разбавляют. Дорогой кокаин не пользуется большим спросом на небольшом эстонском рынке. Наркоманы предпочитают более дешевый товар, так что его могли вести транзитом. Но пока версию того, что кокаин направлялся в Эстонию, исключать нельзя. На основании экспертизы мы можем утверждать, что содержание кокаина в веществе гораздо выше, чем в дозах, которые мы обычно конфискуем у уличных дилеров. Можно сделать вывод, что его везли из мест, близких к сбору или изготовлению. В полиции говорят, что найденную партию нельзя считать рекордной для Эстонии. Классический кокаин приступает из Латинской Америки, поэтому расследование идет совместно с компетентными службами других стран, включая США. Ведь обычно подобный криминальный груз проходит мимо Эстонии транзитом. Однако происшествие в любом случае произошло где-то рядом. Пока не обнаружено никаких криминальных случаев, которые можно было бы связать с этими находками. Подозреваемых нет. На побережье Лохусолу собраны все пакеты, число и размеры которых не обнародуются. Однако кто-то потерял серьезные деньги, как считают в полиции. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...